В Сочи в рамках международного фестиваля молодежи и студенчества состоялись соревнования по масс-рестлингу. Как прошла презентация игры и кто боролся за якутский бриллиант, расскажет Айсена Бурнашова. Опытные спортсмены знают, что залог успеха в масс-рестлинге заключается в равновесии, но не менее важно, чтобы поддержка была и со стороны болельщиков. Из патриотических чувств наша делегация сегодня оделась в национальные костюмы. Мы их специально привезли, мы знали, что такой день будет. И вот все на нас обращают огромное внимание, все хотят с нами сфотографироваться и все узнают, что мы из Якутии. Национальный вид спорта якутян уже давно полюбился спортсменами со всего мира. Сегодняшний день не исключение. География поклонников широчайшая. От Сахалина до Бразилии. В первый день соревнований на ковре встретились 40 человек. Принять участие могли все желающие. Девушки соревновались в весовых категориях до 65 и свыше 75 килограмм. Мужчины по трем. До 70, 90 и свыше 90 килограмм. Правила игры стандартны. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победу одержал Дмитрий Григорьев, Россия. Сначала переживал, думаю, что не успел, где-то не сориентировался. Ну а потом нормально, до сих пор даже дрожу, потому что все равно волнительно. Много народу смотрит. Это шикарный вид спорта. Главный приз – якутский бриллиант. Пожалуй, достаточно весомый аргумент для участия. Площадка масс-рестлинга будет работать с утра до вечера. И на протяжении всех дней работы фестиваля каждый желающий сможет попробовать себя в этом внешне незатейливом и таком уникальном виде спорта. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Сочи, Олимпийский парк.